Здравствуйте! В эфире новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Мы находимся дома и вещаем, как и прежде, дистанционно. Итак, на сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в республике следующая. 213 подтвержденных положительных результатов заболевания. 9 человек выздоровело и 9, к сожалению, умерло. В республике 8782 обследованных лиц. 2159 человек в настоящее время находятся на изоляции. В Дагестане коронавирус подтвердился еще у 59 человек. Самому старшему пациенту 94 года. Таким образом, на сегодня в регионе COVID-19 подтвердился у 213 человек, в том числе у 23 детей. Три человека за минувшие сутки скончались. У всех пациентов было подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией. В реанимации Центра инфекционных болезней в настоящее время находится 12 человек, в их числе 10-месячный ребенок. За всеми пациентами установлено круглосуточное медицинское наблюдение. Жителям республики рекомендовано не покидать без необходимости дома, максимально ограничить социальные контакты. Особенно важно соблюдение режима самоизоляции для граждан старшего возраста, организму которых сложнее всего противостоять вирусной инфекции. В связи с распространением пандемии и халатным отношением многих к режиму самоизоляции, дагестанские врачи уже не в первый раз напрямую обращаются к народу, отмечая важность того, чтобы люди оставались дома и без крайней необходимости никуда не выходили и не выезжали. Медики призывают дагестанцев соблюдать рекомендации специалистов и серьезно отнестись к режиму самоизоляции. Следование простым правилам позволит остановить процесс распространения коронавируса, поможет врачам в борьбе с опасной инфекцией и сбережет жизни многих людей. Дорогие сограждане, к сожалению, ситуация с коронавирусом остается напряженной, поэтому сохраняйте бдительность, оставайтесь дома. Для тех, кому приходится все же покидать свои помещения, носите маски, соблюдайте меры предосторожности, обрабатывайте руки и по возможности соблюдайте карантин, не выходите из дома. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в которой находится сейчас республика, наша страна и мир в целом, хотелось бы призвать от лица хирургического отделения нашей больницы всех оставаться дома, ограничивать круг общения и беречь себя и своих близких. Ходит много слухов о том, что сейчас коронавируса вообще не существует, но это слухи неверны. То, что он существует, это на самом деле правда. Мы стараемся для вас, а вы немножечко постарайтесь для нас. Спасибо. Оставайтесь дома. Минздрав Дагестана официально опроверг, распространенную ранее в социальных сетях и сопровожденную видеосъемку информацию о том, что в инфекционной больнице на ужин раздают пирожки в полиэтиленовых пакетах. Хотя по нормативам в больнице обеспечивается сбалансированное 5-разовое питание пациентов, которое включает легкоусвояемые белки, витамины и все необходимые компоненты. Лечебное питание в стационаре готовится согласно утвержденному меню и рекомендации Минздрава России. Кроме того, всем пациентам выдают бутилированную воду. Больная, распространившая данное видео, поступила в стационар поздно вечером после ужина, когда кухня уже была закрыта. Так как она хотела кушать, сотрудники центра поделились с пациенткой своей едой, вовсе не подозревая, что встретят такое отношение. В подтверждение информации приводится также видеосъемка пищеблока. Дагестан один из немногих регионов в России, где в условиях распространения пандемии коронавируса мусульмане продолжают совершать пятничную молитву в мечетях. Однако, богослужения проходят с соблюдением специальных условий и с определенными ограничениями, чтобы минимизировать риск заражения людей. Подробнее расскажет Хамзу Нурмаганедов. Призыв на молитву верующие соблюдают дистанцию, по одному заходят в мечеть. Волонтеры у входа проверяют обязательное наличие у каждого собственного молитвенного коврика, масок и перчаток. После простора дезинфекции рук они проходят внутрь храма. После второго призыва на молитву имам обращается к верующим на арабском языке с проповедью в самой короткой форме, отвечающей необходимым требованиям. После этого верующий сразу же совершает пятничную молитву, обращаются к Господу и расходятся. На все богослужение ушло буквально 15 минут. Сегодня мы пятничное богослужение провели по всем требованиям главного санитарного врача по республике Дагестан. Именно с теми людьми, которые работают, обслуживающие персонал этой мечети. Что касается остальных прихожан, временно приостановлено посещение до 30 апреля. Такой опустившей мечеть не видели здесь со дня ее основания. Чтобы ситуация поскорее поправилась, и верующие снова вместе плечом к плечу могли совершать молитву, приняты эти защитные меры. Имамы и врачи призывают к пониманию и терпению. И ни в коем случае не сеять смуту и панику в обществе. Хамзан Армагамидов, Мусас Алгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкало. Тем временем, специальная поливочная техника продолжает ежедневные мероприятия по дезинфицированию городских улиц Хасавьюрта. Специальные растворы используются для обработки улиц с наиболее интенсивной транспортной нагрузкой. Работы проводятся в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. В ближайшие две недели специалисты прогнозируют рост больных коронавирусом. А значит, у наших врачей должен быть необходимый запас крови и плазмы. В связи с этим, акция «Мы вместе» объединила волонтеров-медиков и Общероссийский народный фронт, представители которого стали донорами. Сотрудники Республиканской станции переливания крови признались, что именно сейчас имеется повышенная потребность в запасах донорской крови всех четырех групп с отрицательным резус-фактором. Также недостаточно запасов третьей и четвертой групп крови с положительным резус-фактором. Искусство в режиме самоизоляции. Музеи, театры и выставочные залы, вынужденные закрыться для публики, увеличивают активность в интернете. Практически все культурные учреждения Республики представляют свои проекты онлайн. О некоторых из них расскажет по тематам. Махмуд и Муи «История трагической любви» с этой постановкой режиссера Алисултана Батырова. Аварский театр в последние годы достаточно активно гастролировал как по городам Республики, так и по труднодоступным уголкам Дагестана. Однако, к примеру, в некоторых высокогорных районах ждать приходилось годами. А вот сейчас собрать импровизированный полный зал и обеспечить аншлаг можно просто через социальные сети. Для этого достаточно посетить страницу Аварского музыкального драматического театра. Ночь в музее. Теперь, как в известном фильме, в онлайн-режиме экспонаты будто бы оживают в любое время суток. В период изоляции, когда у людей нет возможности посетить достопримечательности и ознакомиться с шедеврами, Дербенский музей-заповедник открыл доступ к самым важным своим архитектурным объектам. Пресс-служба готовит видеорепортажи, где знакомят зрителя с разными историческими эпохами и выставочными залами. В этом видео научный сотрудник музея Керим Рамазанов рассказывает об уникальной системе водоснабжения города и цитадели на рынке Алла. Итак, мы зашли в большое водохранилище. Увы, естественно, водохранилище, их ворот когда-то не было здесь. Их выбили русские в 1828 году. Здесь сделали пороховой погреб. Вода поступала оттуда. Три пролета, три дырочки. Возле каждой сверху стояла охрана. И оттуда брали воду. Между прочим, с 7 метров шириной, 20 метров длиной, 11 метров высотой. Почти 1500 кубов воды умешалось здесь. Теперь дистанционно можно наблюдать и за концертами Оркестра народных инструментов Дагестана. Гармоничное сочетание человеческого мастерства и музыкального инструмента через экран ощущается не менее отчетливо. Здесь на YouTube-канале можно послушать сочинения Готфрида Гасанова, Мурада Кожлаева и многих других. Коронавирус вносит свои коррективы в жизнь людей по всему миру. Музеи театры массово закрываются, вводятся ограничения по посещаемости, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от жизни. В частности, от мира искусства учреждения культуры активно переходят в режим онлайн-трансляции. Расписание ближайших показов и эфиров можно посмотреть на сайте Министерства культуры республики. На этом у нас все. Берегите себя. Всего вам хорошего.